Всем привет! Находимся на том самом месте, откуда мы в последнее время вывезли немало хорошего тяжелого металла. В последний раз результат получился 790 килограмм. Металл весь обалденный, литой. Думали, конечно, результат будет больше. Ну, в принципе, и так неплохой результат. Ну, надеюсь, и в этот раз мы отсюда без находок не уедем. Ладно, приступаем к поискам. Только включил металлоискатель и попался вот такой борт. В принципе, вес имеет. Ну, конечно же, заберем. Ну и рядом с бортом есть находка. А это уже, по-моему, что-то интереснее. Вот такой металл. Ну, я думаю, без находок мы в этот раз не останемся. Металл попадается, так и не прекращается. Ну, и вот он, друзья, приятный стук по металлу. Лежит обломок чего-то. К сожалению, всего лишь похоже обломок. Ух ты! Кусок вот такой старинной шестеренки. Ну, будем искать вот такой тяжелый металл. Смотрите, друзья, лежит горшок. Надеюсь, что будет целый. Уже один практически целый здесь нашли. Конечно же, если горшок целый, заберем на участок. Ух ты! Смотрите, какая красота! Обалдеть! Он целый. Вот это да! Конечно же, заберем для антуража на участок. Обалденная вещь! Вроде бы какая-то запчастенка. Хоть и не крупная, но металл приятный. Ух ты! Вот такой неплохой металл. Тяжеленький. Печная плита. Печного здесь много. Ну, а металл тяжелый. Хорошие находки. Нарвался на какой-то сброс металла. Видно, что в эту яму, ну, то есть, по-моему, это фундамент. В фундаментную яму валили металл. Смотрите, вот такая неплохая запчасть. Такой металл. Ну, и лезет металл. Вот она летела. Ну, и там дальше в яме тоже есть металл. Смотрите, какой стук. По-моему, штук неплохой. Сейчас все выкопаем. Конечно же, такую яму оставлять нельзя. Возможно, там есть хороший металл. А может быть такое, что с одной ямы загрузим целую машину. Ну, такое бывает, конечно же, редко. Ладно, давайте посмотрим, что за металл-то. Ух ты, и металл там есть, друзья. Да и металл вроде бы неплохой. Уголок. Весь металл приятный. Да там все скребет в металле. Обалдеть. Ну, хоть бы нарваться на какую-нибудь яму с металл. Ух ты. Вообще, по-моему, что-то неплохое. Друзья, вы часто спрашиваете в комментариях, где я покупаю свою одежду. Раньше приобретал одежду у других брендов. Но совсем недавно узнал об интернет-магазине Костюм Горка.ру. Посмотрел каталог и решил приобрести себе костюм. Горка 5 Армс Олива. Так как в магазине все костюмы качественные, хорошего и удобного пошива. Ну и, конечно же, выполнены из качественной ткани. Новым костюмом очень доволен. Ссылку на интернет-магазин Костюм Горка.ру я оставлю в описании к видео. Какой-то чугун, что ли. Все, уже зажато в яме. Ладно, будем расковыривать. Нужно немножечко копать. Ну, вроде бы шевельнулось. Ух ты! Обалдеть! Вот такая вот тяжелая находка. Офигенная вещь! Ну, надеюсь, что в этой яме есть еще хороший металл. Сейчас буду раскапывать. Выкопал втулку от телеги. И есть какой-то металл. Давайте смотреть. Вот такая полоса. Там еще скребет металл. Ну, вот, друзья, что удалось выкопать из этого сброса. Металл все еще идет, но идет с различным хламом. И металл не тяжелый. Пока оставляем эту яму и попробуем найти более интересный металл. Копаю угол фундамента. Край фундамента завалено какой-то бытовухой лопаты, трубы, чугунки, ухваты, вилы, ну и так далее. И вроде бы попалось какое-то литье. По-моему, литой вальчик. И еще есть какой-то металл. Литой металл. Ну и прямо рядом еще металл. Такой вот. Ну и вон они, очередные виллы. Ну и вон. По-моему, что-то неплохое. Вроде бы чугун, но, по-моему, нелитой. Какая-то крышка, что ли. Ух ты. О, мать, тяжелая. Какое-то колесо, что ли, не пойму. Немножечко чистим. Ну, в общем, друзья, неплохой, тяжелый металл. Отличная находка. Наступил новый день. Сразу же с утра решили продвинуться дальше по оврагам. Здесь тоже были какие-то постройки. И, возможно, будет попадаться тяжелый металл. Ну, будем исследовать дальше эту местность. Здесь уже местами трава горела. И смотрите, какая-то куча торчит кругом металл. Я уже выкрыл немножечко металла. Такие поршня. И есть находка из цветного металла. По-моему, алюминий. Не пойму, что это такое. Я понял, друзья. Это кабель. Кусок кабеля. Это, получается, свинец. Ну, а здесь хоть бы была медь. Нет, алюминий. Вот такие неплохие алюминиевые жилы. Ладно, нормальная находка. Вот такой вот металл. Друзья, я уже долгое время пользуюсь фонарями от компании Армитек. Фонари надежные, удобные, очень яркие. Зарекомендовали себя только с лучшей стороны. Ну, и в очередной раз заказал себе фонарь от компании Армитек. Модель Prime C2 Pro Magnet USB. Ну, давайте посмотрим на фонарь поближе. Сразу же, друзья, хочу заметить. На все фонари Армитек идет 10 лет официальной гарантии. Ну, и вот такая комплектация фонаря. Магнитная USB зарядка. Чехол на ремень. Ну, и сам фонарь. Фонарь маленький, удобный и очень яркий. Выдерживает падение с высоты 10 метров. Ну, а также погружение в воду тоже до 10 метров. Фонарями Армитек очень доволен. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании к видео. Ну, а по промокоду PROMETAL вы получите 15% скидку на фонари от компании Армитек. Из кучи просто лезет какая-то каша, жестянка, мелкий металл. Я уже выкопал несколько алюминиевых поршней. Ну, и вроде бы что-то попалось поинтересней. Там внизу еще какой-то металл есть. Эту кучку нужно обрывать. Смотрите, якорь. Такая вот находка. Какой-то уголок, что ли. Ух ты. Неплохой уголок, друзья. Как же тебя выдернуть-то? Есть, и готово. Ну, это уже, смотрите, поприятнее металл. Ну, сейчас немножечко здесь поковыряемся. Раскопал немного кучу. Вот что из интересного удалось найти. Попалось немножечко цветного. Вот такой кусок алюминиевого кабеля. Еще один якорь. Смотрите, друзья. Вот такой попался заправочный пистолет. Обалдеет. Где-то здесь была заправочная станция. Ну, и вот такая ступица неплохая. Иди, иди давай в нору. Иди там, мамка где-то твоя. Скорее всего, не зря, что продвинулись дальше по оврагу. Ну, надеюсь, здесь тоже будет хороший металл. Ух ты. И смотрите, прям вот так лежат на поверхности. Обалдеть здесь металла. Да и брать-то его сейчас не вариант. Мы постоянно в разъездах. Скорее всего, у нас он тоже не выживет. Куда его, блин, с собой возить постоянно в машине? Тоже не вариант. И буквально в одном месте несколько находок. И находки, друзья, по-моему, обалденные. Смотрите, какой металл. Ну, давайте достанем первую и посмотрим, что это. Ого! Нифига себе! Обалдеть, друзья! Из-под завалов стены шел сигнал. Все-таки решил раскопать. И смотрите. Торчат какие находки. Если находки литые, то весить будут обалденно. Смотрите, какой стук. Ради таких находок пиздец немножко кокетится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова